Девушки отдыхают Пойду, помогу готовиться к походу Увидимся позже Да, увидимся позже Пока Это Марин Привет, Марин Привет, ребята Что произошло? Вы оба, кажется, в хорошем настроении Представляешь, Кэм пригласил нас в поход В поход? Да, сегодня вечером мы все соберемся в лесу рядом с городком И пойдем в поход Правда, здорово Понятно Летти, ты не разгрузишь эти ящики? Ладно Да, спасибо Итак, Летти, можно тебя спросить? Что такое? Что ж, этот поход, что это? О чем ты говоришь? А? Не может быть! Ты что, ни разу не ходил в поход? Как видишь, я не могу выйти из воды Скажи, это действительно так весело, как все говорят? Конечно, Марин! Походу, это очень весело Мы будем жечь костер, сидеть вокруг и пить Разве не прыгают, когда поют? Да, прыгают А мы никогда не прыгаем у костра Это может быть опасно Правда? Костер и поход Я не могу их даже себе как следует представить Но мне хотелось бы увидеть их сегодня во сне Увидеть во сне? Ммм, бедный Марин Ага, вот так? Все придут в восторг, когда увидят эти прекрасные сувениры Эмбер, все идет хорошо? Да, не беспокойся Хелли, тебе не нужна помощь? Я почти закончил Ух ты, сегодня поход пройдет отлично Что? Ты хочешь взять Марину в поход? Думаешь, это возможно, Лифти? Да Но как? Кто его сможет повезти? Ты можешь погрузить его на себя и отвезти в лес Краны-тройняшки обещали помочь в погрузке Лифти, это очень опасный план Но, Терри, я очень хочу взять Марину в поход Когда Марин сказал, что мечтает увидеть поход во сне Мне стало так грустно, и я чуть не заплакал Даже сейчас видишь слезы в моих глазах Ого, ну хорошо, не плачь Но ты думаешь, что Марин согласится? Не беспокойся, мы можем похитить его, когда он заснет Ведь всем известно, что Марину нельзя разбудить, если он заснул Так что, пожалуйста, помоги мне, Терри, пожалуйста Ого, ладно Мы вернулись Заезжайте У вас все готово для похода? Да, у нас все уже готово Правда? Что ж, молодцы, ребята А где Хелли? Он остался там, чтобы обеспечить безопасность похода У Лейки не было ночного дежурства, но он собирается в поход Джин, кажется, ты тоже хочешь пойти в поход? Правда в том, что я слышала, что сегодня ночью будут падать звезды Как было бы здорово увидеть их во время похода Тогда, может, пойдем все вместе после вечернего дежурства? Честно говоря, мне тоже интересно Хорошо, такая возможность выпадает не каждый день Правда? Ура! Мы идем в поход! Одна звезда, две звезды, три звезды Марин! А, Лифти! Что ты делаешь? Я считаю звезды Зачем? Ты разве не спишь? Что ж, странно, сегодня не хочется спать Но, Лифти, разве ты не идешь в поход? Да, я пойду, но немного позже Марин, ты не хочешь закрыть глаза? Я спаю тебе колыбельное Ха-ха-ха! Ты не идешь из-за того, что переживаешь за меня Ладно, усыпи меня И тогда ты сможешь спокойно пойти в поход Да! Ну что ж, начнем? Та-та-да! Та-та-да! Крепко спи, друг Марин Пусть приснятся тебе звезды Падающий ячный пес Добро пожаловать в Марин! Ха-ха-ха! Ух ты, здорово! Марин! Марин! Ты спишь? Он заснул Должно быть, ему снится очень хороший сон Ребята, слушайте мой план! Хорошо! Еще немного Еще Хорошо Опускай Ага 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 Терри! Ага Терри! Марин такой большой! Мы не можем проехать сквозь тоннель! Ага Ты прав Думаю, мы должны переехать через этот холл Как скучно Кого мы ждем? Кэм Когда мы наконец начнем? Давайте начнем, когда приедут Терри и Лифти Мы уже достаточно ждали, может пора начинать? Нет, так нельзя Нет, так нельзя Лифти приходил и говорил Послушай, сегодня у нас будет особый гость Так что нельзя начинать, пока они сюда не доберутся Он сам сказал, он попросил Особый гость? Кто это? Кэм? Когда мы начнем? Давайте! Ну, ладно, я же сказал, мы скоро начнем Думаю, мне лучше полететь и посмотреть, как там дела в порту У меня плохое предчувствие Еще немного, Терри, мы почти добрались Хорошо Терри, подожди секунду Что такое? Просто Да Малинь все? Да, да Малин, ты поснулся Привет, Лифти Я что сплю и вижу тебя во сне? Почему я на холме? Малинь, успокойся Мы хотели взять тебя с собой в поход! Интересно, кого это они там тащат? Что это значит? Что здесь происходит? Ребята! Джин, мы закончили дежурство и хотим успеть в поход. Элли только что доложил мне, что с Терри и Марином произошел несчастный случай на холме. Пожалуйста, отправляйтесь туда и поскорее. Хорошо, поторопимся. Быстрее! Думаю, канат не выдержит. Терри, еще немного! Я не могу поверить. Я думал, что это был шанс. Подожди, команда спасателей уже в пути! Быстрее! Все в порядке? Да, все в порядке. Эмбер, как ты? Хорошо. Да, это было здорово. Что? Ты думаешь, этот особый гость, которого мы ждали, это Марин? Да. Марин сказал, что раньше никогда не ходил в поход. Так что я очень хотел помочь ему. Так вот оно что. Извини, Марин. Мы не знали, что все так обернется. Все в порядке. Хоть я и не могу пойти в поход. Твоего желания хватит, чтобы сделать меня счастливым. Хм, похоже, что у нас появилась другая работа. Вы поняли, о чем я? Да. Ух ты, я не могу поверить, что еду через лес. Так вот, как выглядит долина. Спасибо вам, что доставили Марина в наш лагерь. Не беспокойся, все будет хорошо. Наслаждайся лучше природой. Да, правда, спасибо. Я впервые на горе. Хорошо, мы здесь, а лагерь вон там, впереди. О, здорово. Добро пожаловать, Марин! Хоть мы и припознились, но, как я и говорил, сегодня нас ждет самый замечательный и необычный поход. И причина этого в том, что Марин может присутствовать здесь. Марин! 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 Не думал, что со мной может случиться что-то подобное. Это даже интереснее, чем тот поход, который я видел во сне. Всем спасибо. Пожалуйста. Мы тоже рады, что смогли по брату ездить. Ух ты! Посмотрите туда! Звезды падают! Робокар Полли и его друзья Наконец-то готова! Джим! Ну и о чем таком важном ты хотела нам рассказать? Порадуйтесь за меня! Я наконец-то изобрела универсальную смесь! Что? Универсальную смесь? Да, это очень интересно. Смотрите. Во-первых, через некоторое время она становится суперэластичной. Смотрите, не протекает. А вот так! Можно даже сделать мяч. Разве это не круто? Да, действительно потрясающе! А как ты собираешься ее использовать? А вот об этом я еще подумаю. А сейчас отправляйтесь патрулировать. Увидимся! Ох, ну как скажешь. Так в чем же проблема? Я не понимаю, должен я мешать бетону или нет? Микки! Привет, Эмбер! Похоже, ты не в настроении. Случилась неприятность. В общем, я сегодня ехал по дороге и... Нет, нельзя! Давайте лучше съездим в деревню, а потом заедем к Микки. Ох, ребята говорят обо мне! Ты же знаешь, какой Микки страшный! Да знаю! Помните, как он разозлился, когда мы случайно уронили мяч в бетон? Да! Тогда давайте просто пойдем на поле! Эмбер! Когда я слышу подобное, то всегда очень расстраиваюсь. Думаю, это недоразумение. Дети не имели в виду ничего плохого. Ах, надеюсь, ты права. Может быть, стоит прямо сейчас разрешить это недоразумение? Я предлагаю тебе поехать и обо всем с ними поговорить. Увидишь, все разрешится. Так ты считаешь, что у меня получится подружиться с ребятами? Да. Когда ты с ними поговоришь, они поймут, что ты на самом деле очень хороший. Вот только как же мне подружиться с ребятами? Просто подъехать и сказать, давайте играть! Не лучший вариант. А? Откуда эти пузырьки? Я знаю, как подружиться с ребятами. Да, им это понравится! Мне сегодня так скучно. Да, и мне тоже. Мне тоже. О, это пузырьки! Ух ты! Пузырьки! Пойдем посмотрим! Давайте, скорее! Не выезжайте, ребята! Я приехал сюда предложить вам поиграть со мной! Вы только посмотрите! Ух ты! Ребята! Нельзя отпускать пузыри! Ну что, вам нравится? Могу сделать пузырь размером с вас! Микки, а ты можешь сделать его еще больше? Конечно, могу! Так, смотрите! Ух ты! О, крутой! Он такой большой! Ой! Он лопнул! Ничего страшного, ребята! Хотите, сделаю много маленьких пузырьков? Или могу выдуть один большой, такой, какого вы еще никогда не видели! О, Микки, а ты можешь надуть для нас пузырь, который не лопнет? Да? Что? Выдуть для вас пузырь, который не лопнет? А-а-а! Вот это новость! Как ты думаешь, Эмбер, дети правда боятся Микки? Ну, я узнала об этом от Микки. Он был таким расстроенным. Представляю. Я бы, наверное, тоже сильно расстроился, если бы узнал, что кому-то не нравлюсь. Так, Эмбер, мы можем как-нибудь помочь Микки? Не волнуйся, Полли. Микки рассказал мне о том, что собирается подружиться с детьми. Так что, думаю, у них все будет хорошо. Ребята! Джин, что-то случилось? Ребята, вы нигде не видели мою универсальную смесь? Лично я не видел. Мы с ребятами только что приехали с дежурства. Куда же она делась? Не могла же она уйти сама по себе? Не волнуйтесь, мистер Билдер. Проблему с вытекающей водой я помогу исправить в одно мгновение. Та-да! Готово. Проблема устранена. Это просто поразительно. Как интересно. Микки! Эмбер, а что это у тебя такое? Это новое изобретение Джин. Так называемая универсальная смесь. Ее можно использовать как клей. Или вот так. Из этого материала можно сделать воздушный шарик. Ого! И этот шарик не лопается. Ну ладно, мне уже пора лететь. Оставляю вам смесь. Можете использовать. Ладно, Хелли. Еще раз спасибо за помощь. До встречи! Мистер Билдер! А? Можно у вас одолжить этой смеси? Ну, конечно. Бери, сколько тебе нужно. Мне не жалко. Спасибо вам. Интересно, для чего ему понадобилась смесь? А? Что происходит? Шар стал надуваться. Как это могло произойти? Эта смесь довольно опасная штука. Вот и все. Я поставил заплатку. Но в любом случае, лучше поскорее заменить этот бак на новый. Да, я тебя понял, Рой. Скажите, а почему вылилось так много воды? Не начинай. Сегодня Хелли принес мне показать нечто очень странное. Принес показать нечто странное? Так, смотрите, смотрите. Ну как, вам нравится такой шарик? Ух ты, потрясающий. Он все больше и больше. Он действительно не лопается. Удивительно. Да, это удивительно. Я никогда еще такого не видел. Только ты сейчас взлетишь, Микки. А-а-а! Так, а не это! А-а-а! А-а-ай! А-а-а! Микки! А-а! О, нет! Нет, я боюсь высоты! Спустите меня! Микки! Нет! О! Что? Так ты взял его без моего разрешения? Ты это хочешь сказать? Прости, Джин. Я просто... Билдер сказал, что ему нужна срочная помощь. Я лишь хотел помочь ему. А вместо этого там едва не произошла катастрофа, Хелли! Во всяком случае, думаю, нужно найти и вернуть остаток материала. Вообще-то, мы хотели привезти оставшуюся смесь, но ее забрал и куда-то увез Микки. Мы поехали домой к Микки, но там его не было. А-а-а! Это становится все сложнее. А? Команда спасателей, Джин. Джин, это срочно! Что там у вас, ребята? Микки попытался надуть какой-то странный шар и взлетел над холмом! Что-что? О, нет. Думаешь, всему виной твой материал? Похоже, это он. Мы должны спасти Микки, прежде чем ему станет хуже. Не волнуйся. Мы немедленно выезжаем на помощь. Хелли, лети вперед и найди Микки. Хорошо! Микки! Микки! О, вот он! Микки! Здравствуй, добрый зеленый ангел. Микки, возьми себя в руки. Холли, скорее! Микки потерял сознание и взлетает все выше и выше! Что? И еще, шар все время увеличивается. Я не могу спустить Микки на землю! Мы скоро! Держись, Хелли! Поторопимся! Угу. Антан, смотрите! Ну и дела. Он выше, чем мы думали. Да уж, верёвкой до него не достать. Нам нужно придумать способ спустить его пониже. Смотрите, может, используем те мешки с песком? Если прицепить их к Микки, то он станет тяжелее и спустится. Да. Эмбер, вы что-нибудь придумали? Шар увеличивается, а Микки поднимается. Мы хотим прикрепить к Микки несколько мешков с песком, чтобы он стал тяжелее и спустился. Пожалуйста, попробуй это сделать. Ой, хорошо. Они очень тяжелые. Хелли сможет их поднять. Думаю, он справится. Хелли, всё готово. Хорошо. Ой, ой! А-а-а! 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 Ну, давай, спускайся. Давай! А-а-а! А-а-а! Получается! Получается! Ребята, он спускается! Молодец! Теперь мы можем достать до него верёвкой. Рой, давай попробуем спустить его. Мм! Получается! Теперь давай тянуть. Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Готово. Микки, с тобой всё в порядке? Да. Я будто очнулся от долгого сна. Ну, главное, всё обошлось. Хелли, ты поступил неправильно. Прости меня, я не думал, что всё так обернётся. Хелли, ни в чём не виноват. Я взял эту смесь у мистера Билдера, потому что хотел подружиться с ребятами. Значит, ты хотел с нами подружиться. А-а-а, я услышал, что вы меня побаиваетесь, и решил подружиться с вами. Ну что, дети, теперь Микки для вас не страшный? О, нет, он совсем не страшный. А, правда? Да, правда. Ты нам очень нравишься. Ха, я чувствую себя таким счастливым. Ребята, простите меня за это. Ой, пахнет, пахнет. Пахнет, пахнет. Пахнет. Ой, пахнет. Ребята, куда вы? Робокар Поли и его друзья Ого, у тебя столько марок. Пости, они потрясающие. Знаешь, я просто собирал их, когда было время. Честно говоря, я тоже собирал марки. Не хочешь как-нибудь заехать и посмотреть? Правда? Тогда я заеду к тебе завтра и возьму с собой свою коллекцию. Сможем обменяться марками. Здорово. Тогда договорились, завтра ты приедешь ко мне с марками. Мне пора, Титан скоро приедет в порт. А зачем он приедет? Сегодня и завтра проходит небольшое весеннее уборки. У Клини сейчас очень много работы. Вот Титан со спасателями решили ей помочь. Правда? Ой, мне тоже нужно провести уборку. Постой, похоже, что-то случилось с конвейером. Костя, мне уже пора ехать. Куда мне положить твою коллекцию марок? Не знаю, оставь где-нибудь там. Ладно. Я положу ее в ящик стола. Я поехал, Бости. Пока. Готова, Титан? Так, ну что, это все? Да. Вот так. Спасибо вам большое, ребята. Давно хотел выбросить хлам. Пожалуйста. Ну что, я поехала. Все готово. О, спасибо, Полли. Пожалуйста. Титан, я могу тебе еще помочь? Сейчас я должен закончить дела в порту. Но там мне помогут Лифти и Миссис Бель, так что все будет хорошо. Что же мне выбросить? Джим, я собираюсь выбросить эту полку. Что? Нет, не надо. Оставь ее, она мне еще пригодится. Правда? Поверить не могу. Это же мои инструменты. И мой приемник. Ты правда хотел их выбросить? Но, Джин, ими ведь никто не пользовался. Но это не значит, что их нужно выбрасывать. И долго ты еще собираешься копить все эти бесполезные вещи? О, бесполезные? Да все эти вещи еще можно использовать. У него очень большая коллекция марок. И представляете, Миссис Бель, некоторые марки я вообще видел впервые. Правда? Ой, вот так. Готово, Титан. Но вообще-то тут много полезных вещей. Их не нужно было выбрасывать. Не все эти вещи будут выброшены. Клини хочет отсортировать те вещи, которые можно повторно использовать. Правда? Тогда я, пожалуй, зайду к Клини завтра и посмотрю, что можно забрать. Заходите. Клини будет рада с вами повидаться. Ну, до свидания, ребята. Да, пока, Титан. До свидания, Титан. Ух ты, как много вещей. Я заеду к тебе завтра. Выбери вещи, которые нужно выбросить. Хорошо. Пока, до завтра. Да, до встречи, Титан. Итак, с чего же мне лучше начать? Похоже, это еще можно использовать. Клини! Ости, я рада, что ты приехал. Я как раз начала разбирать эти вещи. Как считаешь, это можно использовать? Думаю, это вполне можно выбросить. Так. А это? Это тоже выбросить. А тебе не кажется, что можно добавить бантик и будет как новенькая? Нет, мне кажется, эта шляпка бесполезная, так что ее можно выбросить. Но мне жалко ее выбрасывать. Ну ладно, а зачем ты приехал сюда? У меня тоже есть вещи, которые я давно хотел выбросить. Может, ты заедешь ко мне сегодня вечером и заберешь их к Клини? Ну, конечно. Я заеду к тебе вечером. Хорошо. Хорошо. Ости! Это я, Клини! Заезжай, Клини! Подожди, я еще пока не закончила работать. Можешь не отвлекаться, просто скажи, что забрать, и я все сделаю. О, забери все, что лежит в том углу. Хорошо? Ты хочешь, чтобы я забрала все эти вещи? Да, забери, пожалуйста, все эти вещи. Они мне тут только мешаются. О, хорошо. Что? Так ты говоришь, что не смог вычистить кладовку? Не смог. Я хотел, но Джин не позволила. Да, потому что мне нужны все мои вещи. Но ты ведь все равно ничем оттуда не пользуешься, Джин. Даже если и так. Мне все равно жалко отправлять свои вещи в мусорку. Но это вовсе не значит, что нужно вечно хранить всякий хлам. Я знаю, когда-нибудь я их выкину, но пока они могут пригодиться. Ясно? Ура! Наконец-то я закончил работать. О, точно! Я же обещал сегодня заехать к лифте с марками. Так, а куда же я положил свои марки? Я положу ее в ящик стола. Ой, о нет. Я же вчера выбросил свой стол. Кошмар! Марки! Ой, кошмар! Итак, ты загрузила все вещи, которые я могу отвезти на свалку. Да. Хорошо. Ну, я поехал. Пока, Титан. До встречи! Клини! О! Вещи, которые были здесь, куда они подевались? Я загрузила весь мусор на Титана, и он повез его на свалку. Что? О, нет! Титан! Что такое? Что произошло? Титан! Остановись, Титан! Ой, что же делать? Я не могу его догнать. Он едет слишком быстро. Ага! Титан, постой! Титан! Какой кошмар! Нужно срочно звонить спасателям. Срочный вызов! Срочный вызов! Пости и Титан попали в аварию недалеко от третьей улицы. Всем спасателям отправляться туда немедленно. Хорошо. Срочный вызов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы здесь, так что успокойся. А где Кости? Кости, я застрял в стуке с неба. Клини, предоставь это нам и найди себе безопасное место. Хорошо. Рой и Хелли, позаботьтесь о Кости, а мы с Эмбер займёмся Титаном. Хорошо. Кости, ты не волнуйся, мы сейчас поможем. Эмбер, я попробую поднять Титана, помоги мне. Хорошо. Титан, я начинаю. Один, два, три. Спасибо вам. Готов, Рой? Да, готов. О, я спасён. Ой. Ты меня очень напугал, Пости. Прости, пожалуйста, Титан. Скажи нам, Пости, по какой причине ты вдруг решил так поступить? Просто я услышал, что Титан повёз на свалку мой стол, а в нём лежала коллекция марок, которую я собирал всю жизнь. Пости, почему же ты не сказал? Твой стол сегодня забрала миссис Белль. Что? Быть такого не может. А что, если она выбросила мою коллекцию марок? Я действительно не знаю, что здесь происходит. Но думаю, что лучше пойти поискать миссис Белль. Да. Ты ищешь то, что лежало в твоём столе? Да. Вы разрешите мне поискать мою вещь? Ну, конечно. Проезжай. В этом столе, верно? О! Да, именно в нём. Пости, ну что, нашёл? Да. Вот она. О, мы очень рады. Кстати, Пости, а можно мне всё-таки оставить себе твой стол? Конечно. Ребята, мой письменный стол просто замечательно смотрится в офисе миссис Белль. Мне тоже так показалось. Во время вчерашнего визита к Лине я увидела множество интересных вещей. Я забрала себе некоторые наиболее полезные. Я тоже сохранила многие вещи, сначала казавшиеся бесполезными. Теперь я с уверенностью могу заявить, что был неправ. Вы были правы. Честно говоря, я думал, вы выбросили все ненужные вещи. Я не догадывался, что их можно использовать. Тогда у меня есть отличная идея. Как насчёт того, чтобы найти вещам новых хозяев? Новых хозяев? Но как именно? Мы устроим ярмарку старых вещей. Как вам эта игрушка? Мне она нравится, можно её забрать? Ребята, кому нужны редкие марки? Мне, мне! Отличные заколки для волос! Привет, Джин, можно мне одну? Ну, конечно. Какая красивая. Я надевала её только один раз. Это была просто замечательная идея, миссис Белль. Устроить ярмарку старых вещей. Согласна. Лично я считаю, что нужно чаще задумываться о том, как повторно использовать вещи, вместо того, чтобы выбрасывать их. Миссис Белль! Миссис Белль! Представляете, я смогла раздать все свои старые вещи! Правда. Видишь, Рой, я правильно сделала, что не выбросила эти вещи. Верно. То, что для одного мусор, для другого сокровище. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем выбросить какую-либо вещь. Это правда! Робокар Поли и его друзья Рак, я хочу поехать с тобой! Я же сказал, не сегодня, Бруни. Ты останешься с Максом, как мы и договаривались вчера. Хорошо. Эй, ребята! Макс! Я приехал за Бруни. Я надеюсь, ты не против провести один день с Бруни? Конечно. Сегодня мне в любом случае нечего делать на стройке. Рой, ты готов? Да. Я начинаю. Один, два. Рой, аккуратно, аккуратно. Какие вы молодцы. Это точно. Этот валун мешал нашему строительству. Вы, ребята, так быстро помогли нам. Спасибо. Пожалуйста. Если у вас возникнут проблемы, обращайтесь. Конечно. Мистер Билдер! Привет, Брунер! Привет, ребята! Ты оставил Бруни с Максом или он приедет сюда? Бруни опять будет здесь? Нет. Бруни хотел поехать со мной, но я оставил его с Максом. Ведь у него выходной. Ой, ты... Ой. Джин, у тебя здорово получается. Да, но пока еще не готова. Элли, не играй пока в баскетбол. Ты можешь сломать мой макет. Джин, а тебе обязательно делать свой макет прямо здесь? Что? Ребята, мы вернулись. Мы рады. Ну что, вы помогли строителям? Мы все сделали, без проблем. Похоже, что Бруни вновь приедет на стройку. Он частенько стал там бывать. Похоже, ему там действительно нравится. Конечно, нравится. Я тоже обожаю бывать там. Джин, а может пригласим как-нибудь Бруни в гости? Сюда, в спасательный центр? Ну, я уже давно обещал Бруни провести экскурсию по спасательному центру. Не знаю. Я беспокоюсь, что вы сломаете мою модель. В конце недели я должна буду продемонстрировать ее мистеру Билдеру. Но тут пока еще очень много работы. Не беспокойся, Джин. Я буду внимательно приглядывать за Бруни. Боюсь, что и у нас будет сегодня непростой день. К тому же Макс согласился присмотреть за Бруни. Да? Бруни было бы веселее со мной. Разве это не весело, Бруни? Наблюдать за рыбками не весело, а скучно. Правда? Может, тогда лучше поедем поиграем в прятки? Нет уж. Вдвоем играть в прятки не весело. Ладно. А чем бы тебе хотелось заняться, Бруни? Я хочу поехать к спасателям. Хелли давно обещал провести для меня экскурсию по спасательному центру. Правда? Отлично. Я отведу тебя туда. Ура! Поехали! Сейчас поедем. Ага. А по дороге давай поиграем в название животных. Ладно. Тогда я начну. Жираф. Кролик. Лев. Обезьяна. Сурикат. Сурикат? Ты действительно знаешь много животных? Хе-хе-хе-хе. Тогда я говорю верблюд. Верблюда уже называли. Если не можешь придумать, давай я вместо тебя назову животное. Ну нет. Я сам должен придумать еще одного. Ммм. Ну что же придумать? Ну давай, давай. О, ну кого же? Ой, ой. О. 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 О нет. Макс. Макс. Ты действительно не видел маленькую машинку? Нет. Извини. Не видел. Куда же он делся? Он был рядом со мной всего минуту назад. О. О. Он, наверное, отправился домой. Бруни. 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 Бруни, ответь мне, если ты здесь. Макс. А? О. О. Брунер, почему ты здесь? Я беспокоился о Бруни, вот и решил проверить, как он здесь. Так где Бруни? О. Надеюсь, он не доставляет неудобств. О. 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 Вы играете в прятки. Я попробую его позвать. Бруни, это я твой братик. О. Бруни здесь нет. О. Но где же он тогда? Так. 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 Джин, как насчет завтра? На этой неделе я не разрешаю никого сюда приводить. Да. У Джин есть на то причины. О. Я не понимаю, почему ты так торопишься привезти сюда Бруни? О. О. Брунер. Джин, это срочно. Что произошло, Брунер? Я сейчас возле своего дома. Бруни с Максом поехали к вам в спасательный центр и по дороге Бруни пропал. А? Что? Не волнуйся, Брунер. Я немедленно пришлю спасательную команду. О, какой ужас. А если с Бруни что-то случилось? Видишь, надо было позволить Бруни провести день в нашем центре. Ребята, успокойтесь. Рой и Эмбер, давайте сначала отправимся на поиски. Да. Хэлли, ты размести фотографии Бруни. Осмотри окрестности и попроси помощи у горожан. Джин, ты продолжай следить в штабе. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы я знал, что это случится, я бы взял его с собой. Бруни! Прости, Брунер. Они здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, примерно час назад ты видел Бруни последний раз. Да, уже прошло какое-то время, так что неплохо бы расширить зону поиска. Угу. Рой, ты поищи вдоль ручья, а я посмотрю на дороги. Эмбер, берёшь город. Хорошо. Вы, ребята, ждите Бруни здесь. Он может вернуться к этому месту. Хорошо. Поторопимся. Так, посмотрите внимательно. Если увидите его, сообщите в штаб. Понятно. Бруни! 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 Посмотрите внимательно. Вы его не видели? Нет, нет, я его не видел. Правда? Хорошо. Спасибо. Бруни! Бруни! О! Девочки, вы не видели Бруни? Нет, мы его не видели. Правда? Ладно, спасибо. Бруни! Бруни! Оли! Ребята, какова ситуация? Пока ничего нового. Это очень плохо. И к тому же, уже начинает темнеть. Это Бруни? Что? Когда это Бруни успел пропасть? Титан! Ребята, хорошо, что я вас встретил. А это, случайно, не младший брат Бруни? Да? Ты видел Бруни? Да, совсем недавно я видел его в лесу. Я видел его издалека. И решил, что это Бруни. Но, возможно, это был как раз Бруни. Я думаю, что тот, кого видел Титаны, был Бруни. Да, я тоже так думаю. Вполне возможно, что он заблудился в лесу. Хелли! Да, Полли? Я думаю, Бруни заблудился в лесу. Мы будем следовать за тобой, так что отправляйся в лес. Хорошо! Брати! Брати! В какой стороне находится спасательный центр? Мне страшно! Ай! Ай! Брати! Бруни! Бруни! Ну, где ты? А? Следышин! Бруни! 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 Я нашёл следышин Бруни в лесу! Сейчас перешлю координаты! Поторопитесь! Хорошо! Ребята, в путь! Бруни! Бруни! Бруни, ответь мне! Бруни! Что тут? Бруни! Брати! Бруни! Элли! Бруни 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 Правду говорят, ребёнка ни на секунду нельзя оставлять одного Ребята, ребята! Хэри! Подойдите ко мне, я хочу показать вам кое-что интересное Та-дам! Это печенье с предсказанием Печенье с предсказанием? Да, внутри печенья спрятана бумажка, на которой написано, что меня ждёт в ближайшем будущем Дай-ка мне, я хочу попробовать Не может быть Что бы ты ни делала, сегодня всё будет идти наперекосяк Ооо, такое тоже бывает, оно может предсказывать и неудачу Что? Почему ты об этом раньше не сказал? Джин, не относись к этому слишком серьёзно Это же развлечение Теперь у меня появилось плохое предчувствие Ах, зачем ты только принёс это печенье? Сегодня у меня всё будет идти наперекосяк Ах, ладно, мне пора идти Ребята, заканчивайте здесь и отправляйтесь патрулировать Джин, я не хотел тебя расстраивать, честное слово Ну так вот, на бумажке с предсказанием было написано Езжай на восток, там ты ж встретишь друга А, ну и? Ну так вот, я поехал на восток и представляешь, встретил Мин-Мина Правда? Но это ещё не всё Можешь себе представить, по дороге сюда я встретил ещё и Клини Клини О, у тебя тоже печенье с предсказанием Да, представляешь, тут сказано Если сегодня поедешь в город, то у тебя будет очень плохой день Что же мне делать? В общем, Клини боялась отъезжать от дома Клини, да брось, с тобой ничего не случится Но в этот момент Клини споткнулась, а камень и чуть не упала Клини! Я едва успел схватить её И вот так я понял, что всё, что предсказывает печенье, обязательно сбывается Ого, ну так чего мы ждём? Давай скорее прочитаем моё предсказание Так Ну уже открывай, открывай скорее Да, сейчас его раскрою и прочту О, Спуки, отлично, можешь успокоиться Здесь написано Поезжай на запад, там ждёт тебя удача Да, поверить не могу, что меня где-то ждёт удача Тогда поехали вместе на запад и повстречаем там удачу Повстречаем? Но удача же ждёт меня, а не нас двоих Сегодня в моём предсказании было написано Помогай друзьям и ты повстречаешь удачу Так что твоя удача будет также и моей удачей А, вот почему ты так старался помочь Клини Ну конечно Ну что, поедем вместе на запад, да? Хорошо На запад Едем Что меня там ждёт? Надеюсь, это будет что-то удивительное Может, ты найдёшь сундук с сокровищами? Или уникальную, единственную в своём роде покрышку? Это было бы здорово Ай Ай Ээээ Эй Лифти! Мне что-то только что на голову свалилось Как думаешь, это и есть моя удача? Постой Фуууууу! Тебя птичка пометила Что? Не может быть Фуууууууу Но и запах Ребята! А? Привет, Поли! Привет! Привет. Что вы здесь делаете? Мы со спойки держим путь на запад. Там нас ждёт удача. А, вы прочли предсказание из печенья, верно? Именно. Но пока вместо удачи я получил только птичий помёт на голову. Что? Тебя птичка пометила? Прости, прости. Ну, раз уж вы выяснили, что предсказание было ошибочным, может, поедете обратно в город. Ладно, приятно было пообщаться, но мне пора ехать. Ещё увидимся. Пока, Поли! Ох, невезучая я, невезучая. Джин, мы тебя обыскались. Не подходите ко мне близко, я чувствую себя такой несчастной. Джин, ты что, правда так расстроилась из-за плохого предсказания? Ну, конечно же. Что бы я ни делала, сегодня всё будет идти наперекосяк. Как там в городе? В порту сегодня всё спокойно. У ветряных холмов происшествий не было. В Брумском лесу тоже всё тихо. Ну, ясно. Сегодня все невезения только для меня. Кстати, утром я видел Спуки, у которого было печенье с предсказанием. Что? Печенье с предсказанием? Да. И его предсказание гласило, что если он поедет на запад, то встретит удачу. Так вот, он и поехал на запад, и представляете, по дороге его пометила птичка. Правда? Поэтому, как я и говорил, не стоит сильно доверять этим предсказаниям, Джей. Точно. Хорошо. А где же Хелли? Он сказал, что полетит проверить шаткий мост в Брумском лесу. Тогда он вернётся нескоро. В любом случае, спасибо за историю о Спуке. Мне теперь стало гораздо легче. Лифтей, думаю, нужно ехать домой, как и советовал Поли. Потому что удачу мы сегодня явно не встретим. Ну, Спуке, давай ещё немного проедем на запад. Мы не можем всё бросить из-за маленькой неприятности. А представляешь, если нас там правда ждёт большая удача. Ну, давай. Посмотри туда, Спуке. Как думаешь, что это там такое? Может, там удача? Там что-то есть. Помогите! 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 Но долго нам ещё ехать на запад? Мне надоело. Мы уже почти добрались. Смотри. Осталось только пересечь этот мост. Что? Ты хочешь пересечь мост? Я не смогу. Нам нельзя сдаваться. Мы уже почти добрались. Я уверен, там за мостом мы повстречаем нашу удачу. Поверь, ничего с нами не случится. Идём! Мне всё это не нравится. Лифти, подожди! Он шатается! Успокойся! Это потому что ты его раскачиваешь! Нет, не раскачиваю. Говорю тебе, он шатается. Мы почти добрались. Но уже... Я поехал назад, Лифти! Спасите меня! Спуки! Спуки! Лифти, я здесь! Спуки! Кто-нибудь помогите! Кажется, кто-то зовёт на помощь. Только не это! Там Спуки и Лифти! Срочный вызов! Срочный вызов! Хейли сообщил о том, что у Лифти и Спуки произошёл несчастный случай возле шаткого моста. Всем спасателям отправляться туда немедленно. Хорошо! Срочный вызов! Спуки, держись крепче! Спасатели скоро прибудут! Ли, я так долго не выдержу. Спуки, постарайся. Спасатели скоро прибудут. Лифти, ты как? Нормально? Да, у меня всё в порядке. Срочный вызов! Поторопись, я держу спуки. Хорошо, держитесь там. Мы сейчас поможем. Эмбер, твоя задача – положить внизу маты. Рой, а ты приготовь оборудование. Хорошо. Хорошо. Поли, ну что, готов? Да. Мне страшно. Не волнуйся, спуки. Все будет хорошо, поверь мне. Лифти, держись там, мы скоро тебе поможем. Да, не волнуйся. Сначала помогите спуки. Готов, Кэлли? Придерживай спуки. Хорошо. Поли, кажется, я сейчас упаду. Лифти! В голове не укладывается. Вы подвергли себе опасности из-за печенья с предсказанием. Чуть не произошла катастрофа. Да, нам нужно было сразу тебя послушать, Поли. Но ведь предсказание гласило, что если мы поедем на запад, то повстречаем удачу. Ты сам его прочитал, спуки? Да, глянись вокруг лифти. Здесь ведь нет ничего, кроме скал, деревьев и глубоких обрывов. Верно. Даже если бы вы пересекли этот мост, то не встретили бы там никакой удачи. Ах, да уж. Похоже, предсказания из печенья не всегда бывают точными. Прости, спуки, из-за меня ты подвергся такой опасности. Ага, ничего. Зато теперь мы в безопасности. Да, сегодня это и есть ваша большая удача. То, что вы остались невредимы. Точно. Честно говоря, мне понравилась эта поездка. И еще должен признаться, мы с тобой отлично провели время. Это точно. С тобой было и так весело путешествовать, спуки. Значит, это еще одна сегодняшняя удача, что вы подружились за время поездки. Да, точно. И кроме того, есть еще одна удача. И какая же? То, что я здесь оказался. Вы сейчас в безопасности, потому что я пролетал мимо. Это ваша самая большая удача. Что?